Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Зачем проводится приватизация имущества городского округа Самара? Как выглядит городская программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья? Что должны знать собственники жилья, признанного аварийным? В нашей студии руководитель департамента управления имуществом городского округа Самара Андрей Белоклоков. Андрей Викторович, здравствуйте и спасибо, что пришли. У нас есть к вам на самом деле очень много вопросов. Здравствуйте, Ян Геннадьевич. Вопросы на самом деле непростые. Для начала, знаете, хотелось бы что уточнить на сегодняшний день. А какой землей имеет право распоряжаться и распоряжается департамент управления имуществом городского округа Самара? Скажу, что вообще полномочия департамента управления имуществом достаточно обширны. Основной задачей деятельности департамента является эффективное, рациональное использование муниципального имущества, в том числе и земельные участки, которых вы сейчас у меня спрашиваете. Действительно, до 2015 года распоряжение земельными участками было введено субъекта нашей губернии. С 2015 года эти полномочия возвращены в органы местного управления. И департамент управления имуществом, в частности, делит эти полномочия департаментом градостроительства. Департамент градостроительства у нас распоряжается земельными участками, связанными со строительством. Департамент управления имуществом распоряжается теми участками, на которых имеются объекты в собственности граждан или частных лиц или иных компаний. Вкратце так. А чем еще распоряжается департамент? Потому что вы сказали, что задача департамента максимально рачительно и эффективно использовать имущество городского округа Самара. Тогда что еще? Да, действительно, мы ведем учет муниципального имущества, представляем интересы при оформлении муниципального имущества, собственность, регистрация прав на него, распределение между учреждениями города, которые у нас достаточно хватает, это все сферы деятельности города, и транспортная структура, и образовательные учреждения, и культурные, и социальные. Именно между этими всеми учреждениями департамент управления имуществом перераспределяет имущество для его эффективного использования. Ну, то есть, чтобы те муниципальные предприятия, например, которые работают и должны там получать прибыль, оказывать услуги гражданам, вот то имущество как раз вы ими управляете, вы распоряжаетесь, правильно? Совершенно верно. Должна быть у нас надлежащая база для выполнения функций всеми муниципальными предприятиями и учреждениями, которые занимаются когда-нибудь услуг к селению. Что такое надлежащая база? Это то есть некий реестр имущественный, я правильно понимаю? Ну, вообще, да, муниципальное имущество у нас учтено в реестре, безусловно. Но базу я призмеваю именно материально-техническую базу, то есть помещение для размещения, служб и организации нашего города. Андрей Кузьмин, еще такой важный вопрос, сложный, интересный, это приватизация, приватизация имущества городского округа Самара. Мы помним, вот это слово мы знаем очень хорошо, на сегодняшний день, для каких целей проводится приватизация имущества города? И проводится ли она? Насколько я знаю, есть такое. Конечно, приватизация у нас проводится, она идет по ряду направлений, сейчас вкратце я основные из них перечислю. Действительно, для эффективного использования имущества существует план приватизации в городе Самара, который публикуется у нас до 1 октября предстоящего года. То есть 1 октября мы можем узнать, что будет приватизировано в следующем году? Да, плановые наши мероприятия по приватизации на следующий год. Зачастую это, прежде всего, объекты, которые у нас не востребованы для реализации полномочий органов местного управления. Это не востребованные здания, которые требуют серьезных финансовых уважений, именно для того, чтобы возможно было привлечь частных инвесторов, и эти здания все-таки начали служить на благо города. Это одна из направлений перечисляции. Также есть перечисляция для предпринимателей, тоже такая некая льготная ситуация. Если арендатор добросовестно арендует помещение, не имеет задолженности по уплате за коммунальное обслуживание, за арендные платежи, то он имеет право в течение пяти лет в расстрочку выкупить занимаемое помещение. Это такая вот мера поддержки нашему малому и среднему бизнесу, который пользуется нашим спросом. Ну и, безусловно, есть ситуация с приватизацией муниципального жилищного фонда. Это право граждан у нас имеется. Граждане, проживающие по дворам социального найма в жилом фонде, имеют право в партизировании. Но хочу сделать оговорку, что это не касается домов, которые у нас признаны аварийными. Вот это важная оговорка. Мы, кстати, об аварийных домах позже поговорим. То есть на сегодняшний день аварийное жилье приватизации не подлежит. Совершенно верно. Еще один важный вопрос и интересный. В собственности муниципалитета есть ряд объектов культурного наследия. И есть в том числе такие объекты, в которых живут люди. То есть вот такое сочетание. Один из вариантов реконструкции этих зданий – это привлечь частный бизнес. Может быть, даже один из лучших вариантов. Можно ли разработать проект охранных зон вокруг этих зданий, чтобы затем можно было оформить землю, выставить ее на торги и для нового собственника прописать уже, в том числе в качестве обязанности, вот эту как раз реконструкцию здания. Вот такая сложная достаточно юридическая конструкция. Безусловно, такие варианты есть. Мы знаем, что наш город имеет особый статус с недавних пор исторические поселения. Естественно, для нас это накладывает определенные ответственности за сохранение этого наследия. И усложняет, кстати, многое. И усложняет, совершенно верно, работу в этом направлении. Тем не менее, у нас есть ряд мероприятий, которые мы можем, конечно, в этом связи использовать. Ну, первое, у нас есть решение Думы о так называемой льготной арендной ставке один рубль за один квадратный метр. Оно у нас было принято Думой в 2019 году. Суть сводится к чему? Что объект, находящийся в муниципальной собственности, может быть сдан в аренду интересующему лицу, который готов вложить в него серьезные средства для восстановления. При этом в течение первых двух лет арендатор этот обязан представить документы проектные решения по сохранению этого объекта. В течение последующих трех лет он должен его полностью восстановить, отреставировать. За этим моментом, конечно, будет следить у нас и управление органов госохраны культуры. Именно по их предписанию, по их техзаданию объект восстанавливается. И в последующем, до 49 лет, этот арендатор может пользоваться льготной арендной ставкой в размере 1 рубль за один квадратный метр. То есть такой достаточно интересный механизм. У нас, повторюсь, в 2019 году был принят на уровень города. Пока не особо пользуется спросом у предпринимателей. Возможность того, что просто не имеют такой информации. Но и, с другой стороны, он достаточно ответственный, потому что берешь на себя серьезное обременение. Это как бы нужно решиться для себя внутренне. Да, совершенно верно. Причем, конечно, реконструкция объектов культурного наследия. Здесь действительно ограничения определенные накладывают. Это и проектирование, сами работы по проектированию, и работы по восстановлению. Должны производить соответствующие организации, имеющие лицензию соответствующего. Материал, который будет использоваться при этом, тоже зачастую имеет более высокую стоимость, чем в обычном строительстве. Ну и, соответственно, брать на себя такую ответственность не каждый готов. Потому что я общался с людьми, которые занимаются этим. Там даже окно, чтобы поменять, это очень-очень непростой процесс. Тем не менее, мы считаем, что наши условия, которые мы прилагаем, достаточно понятные, прозрачные. Великолепные условия. Можно просто считать нормальную бизнес-модель и поступать в организации. Да, это только считай. Один рубль, один метр. Ну, то есть, по большому счету, это просто, скажем так, чтобы оформить отношения. Но зато ты получишь на 49 лет здание, которое является историческим и в хорошем районе. Совершенно верно. Андрей Викторович, сложный вопрос, важный вопрос, болезненный вопрос программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Вот на сегодняшний день, как она выглядит? На сегодняшний день у нас на территории города действуют две программы. Преселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Это программа, которая расселяет дома, признанные аварийными, до 1 января 2012 года. 2012-го? Да, это у нас так называемая программа прошлых лет. Там у нас осталось порядка 260 семей еще не отделены. И также действует новая программа, которая свое действие распространяет на аварийные дома, признанные с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Эта программа у нас удержана постановлением правительства номер 179 от 29 марта 2019 года. Областного правительства? Областного, да. Серьезные очень объемы в этой программе предусмотрены к расселению. А говорю, что общая площадь расселяемая аварийная более 150 тысяч квадратных метров. 150 тысяч квадратных метров. Эта ситуация затрагивает более 4300 семей. В этой программе участвует у нас 481 моноквартирный дом. Эта этапа поделена на программы, на этапы. Всего их пока подразумевается 6. Сейчас мы находимся на стадии реализации завершения первого этапа и активной фазы второго этапа. Со следующего года мы будем запускать уже третий этап. В первом этапе у нас и в втором этапе 76 домов на квартирах расселяется. Надо что отметить, что подходы к расселению имеют некие различия между собственниками жилых помещений аварийного фонда жилого и нанимателями. Наниматели – это граждане, которые живут у нас по договорам социального найма в муниципальном жилом фонде. Ну, то есть те, которые не приватизировали когда-то. Совершенно верно, да. При этом, естественно, наша обязанность по законодательству нанимателям, гражданам, проживающим в нашем муниципальном жилом фонде, предоставить жилье. В нашем городе реализуется это через закупку нового жилья на первичном рынке. Вторичный рынок мы в этом случае не используем, что считаем нашим плюсом и особым благом для граждан. По сути, они получают новое комфортное благоустроенное жилье в черте городского Самара вместо аварийного, которое, конечно, прямо скажем, небезопасно для их проживания. Ну, и здесь еще один важный момент. Я вот прошу прощения, что вас прерываю. Дело в том, что закупка вторичного жилья, мне кажется, такой сложный процесс, что там просто возникнет очень много вопросов. Вот какое лучше, какое хуже. А новое жилье, это есть новое жилье со всеми вот благами. То есть гарантия застройщика. Принятие именно такого решения, потому что действительно, ну, хочу отметить, что что новое жилье, что вторичное жилье в любом случае у нас покупается на конкурсных основаниях, на конкурсной процедуре. То есть любой желающий, который имеет жилье, подходящее по параметрам для наших аварийцев, может его продать. То есть это не какие-то там целевые деньги под конкретного застройщика, нет. Все приобретается на свободном рынке с соблюдением конкурентных процедур. Конечно же, когда мы покупаем новое жилье, понятно, что есть определенные стандарты по его качеству. Кроме того, имеется гарантийный срок эксплуатации этих объектов. Вторичный рынок, конечно, таких нам возможностей не дает. Именно поэтому акцент в нашем городе сделан именно на закупку нового первичного жилья. Вы сказали, что завершается первый этап, второй этап. В чем состоит? Первый, второй этап – это, по сути, одни и те же дома, 76 МКД, о чем я говорил. Просто в первом этапе чуть раньше мы начали заниматься за нанимателями нашими. Мы закупили в 2019 году жилые помещения в полном объеме, и в этом году завершается процесс их переселения. И получается, что по собственникам жилых помещений процедура сама расселения законодательством выглядит чуть дальше, чуть больше по времени растянутой. Поэтому все, конечно, мероприятия подглавительные мы сделали и в 2019 году. Но фактически мы сейчас переходим к активной фазе выплаты денег. То есть я говорю, что для собственников у нас имеется возможность либо выкупа жилых помещений, измеренного участка под аварийным домом. Ну то есть они получают деньги? Совершенно верно, деньги. Либо есть возможность приобрести для них также жилье. Но здесь, конечно, есть ряд ограничений, которые сейчас я вам скажу. Не могут у нас иметь право получить жилье лица, купившие объект после его признания аварийным. То есть в этом случае законом предусмотрена только компенсационная выплата денежных средств. А в каком размере? В размере рыночной оценки. То есть по всем этим случаям нами проводится также независимая рыночная оценка с привлечением подрядной организации. Определение подрядчика также происходит путем проведения конкурсной процедуры на свободном конкурсном рынке. После чего рождается отчет об оценке рыночной стоимости. В стоимость в это включается и стоимость самого жилья аварийного, и земельного участка под домом. И некие вещи, которые с этим связаны. Это и переезд, затраты на аренду жилья на время переезда. И некие иные параметры. Здесь, конечно, нужно сделать такой акцент, что по сути аварийная жилая площадь, стоимость ее минимальна. Она, по сути, стремится к нулю, потому что она аварийная. И основная часть, получается, в этом расчете оценки рыночной стоимости, конечно, весит земельный участок. Важный момент. Я, кстати, вот интересная деталь. Вы сказали о том, что если человек покупает аварийное жилье, то есть жилье, признанное аварийным, он должен четко понимать, что рассчитывать на новую квартиру он не может. Совершенно верно. Именно так гласит закон. Более того... И, наверное, это, кстати, правильно и справедливо. Более того... Мое личное оценочное суждение. Более того, в этом случае уже происходит расчет не по рыночной оценке, а по стоимости сделки. То есть именно по той сумме, которая указана в договоре купли-продажи этого аварийного фонда. Здесь мы отчетливо понимаем, что законодатель нас всех защищает от нервосовестных граждан, которые могли бы на этой ситуации какие-то мимуляции устроить. Ну, скажем так, от людей, которые... От нервосовестных граждан, да. Вы обтекаемо и деликатно называете этих людей. Так я бы сказал несколько по-другому. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет на эту тему, а затем мы продолжим нашу беседу. Хорошо. ЧП произошло здесь, на улице Арцебушевской. По официальным данным, в доме номер 128 находились 7 человек, в том числе четверо детей. Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8 вечера. Буквально через несколько минут на Арцебушевскую примчались сотрудники оперативных ведомств, медики и глава Самары Елена Лапушкина. Дом 126 по улице Арцебушевской признан аварийным, подлежащим к сносу. Здесь было три квартиры в собственности, одна квартира муниципальная. Муниципальные квартиры, предоставленные жильем в Алгаре, согласились на переезд. Три частные квартиры, которые были приватизированы, также предлагалась квартира на переезд в Алгаре, но жители отказались. Сейчас в рамках 132 статьи мы проводим процедуру изъятия. Обрушилась стена дома, обрушилась на дом 128 по улице Арцебушевской. Этот дом находится в частной собственности. И вот в ближайшее время будем признавать тоже чрезвычайную ситуацию и рассматривать, что дальше делать с этим домом. Пострадавшая женщина находится в больнице имени Пирогова под наблюдением врачей. Двоих детей отправили в больницу Середавина на предварительное обследование. Старшие остались с родителями. По словам сотрудников МЧС, стена рухнула из-за старости. Обрушение стены произошло в результате, очевидно, что старости конструкции. То есть никакого хлопка газа нами не обнаружено на месте происшествия. Дальше продолжается осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства происшествия. Первыми очевидцами происшествия стали жители соседних домов на Арцебушевской. Они дали нашей съемочной группе эксклюзивное интервью. Обрушение был сильнейший звук. Я сразу выскочила и сразу увидела все это. Но звук только от обрушения? Только от обрушения. Там какой газ? У нас баллонов здесь ни у кого нет. Здесь газовый, вон, как говорится, газ. Ну, постоянно. Хорошие люди там жили, добрые, дети, женщины хорошие. Для полной объективной проверки всех обстоятельств Самарское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации Самары, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Назначена строительно-техническая экспертиза. В администрации Самары заявили, что ЧП на Арцебушевской требует детального разбирательства. И все виновные в случае, если будут найдены, должны понести наказание. Самара ГИС будет следить за развитием событий. Андрей Викторович, вот мы посмотрели сюжет и, знаете, вопрос, на который сейчас появляется. Как вы лично считаете, что самое главное в этой программе переселения из аварийного жилья? Конечно, основной целью программы переселения из аварийного жилья – это сокращение непригодного для проживания граждан аварийного фонда, обеспечения безопасности этих граждан. Потому что действительно, пример, который мы сейчас с вами увидели, нам говорит о том, что объекты действительно аварийные, они представляют угрозу не только для людей, проживающих в этом доме непосредственно, но и для окружающих людей. Эта цена могла упасть и на улицу, на проезжую часть, и на автомобиль. Как мы в этом случае видим, она упала на соседний дом, где люди, ничего не предполагая, проводили свое время. Поэтому самый главный здесь аспект – безопасность. Конечно, люди, которые у нас попадают в программу, зачастую пытаются обоснованно, мы их понимаем, улучшить свои жилищные условия. Это естественное желание каждого человека, оно нам понятно. Ну, скажем так, да, выгодить. С учетом того, что государство именно поставило приоритетной задачей обеспечения безопасного проживания граждан, ликвидации аварийного фонда, нужно именно на это внимание обращать и именно этим руководствоваться. Сейчас, чтобы приступить к задачам улучшения условий жилищных людей, у которых, несомненно, существует такая проблема в нашем городе, да и не только в нашем городе, необходимо полностью расстаться с аварийным живым фондом и обеспечить безопасность гражданам. Собственно говоря, это первая и вторая задачи, которые существуют. Наверное, и третья, это самое главное. Чтобы, не дай бог, вот… Совершенно верно. Вот в этом связи хочу пояснить, что расселяемая площадь у нас именно аварийная считается. То есть гражданам представляется жилое помещение не с учетом их там потребностей или желаний в комнате или там чуть большей площади, а именно не менее аварийной площади, которую они занимали. При этом хочу сразу упредить вопрос. Количество зарегистрированных людей, прописанных в этой квартире, не имеет значения на представляемое жилье. Давайте еще раз, вот прям почетче. Не секрет, что это идет еще со времен СССР. В домах, которые либо были признаны аварийными, либо люди понимали, что скоро будут признаны аварийными, прописывалось огромное количество людей, просто огромное. Вот на что люди имеют право? Давайте четко проговорим, потому что у многих в голове живет вот этот, ну, может быть, даже миф отчасти, что они могут... Совершенно верно, да. Ранее действующий жилищный кодекс РСФ до 2005 года предусматривал расстеление именно по нормативе площади. То есть на каждого зарегистрированного человека предполагалась площадь не менее 22 квадратных метров на человека. В случае проживания одного гражданина это был норматив 24 квадратных метров. Действующий жилищный кодекс с 2005 года не предусматривает такой возможности. И мы расстеляем именно и представляем жилье именно не менее площади аварийного жилья. То есть, проще говоря, метр в метр? Метр в метр и соблюдение комнатности. Здесь, конечно, вам еще соблюдение комнатности. Здесь надо сделать еще тоже необходимое пояснение. Дело в том, что у нас зачастую фонд аварийный очень имеет минимальную площадь от 8 метров в квадратных. Это и комнаты в коммунальных квартирах. Мы знаем, что минимальный нормативный по строительным нормам метраж квартиры одной комнаты 28 метров. Так вот именно как раз для тех лиц, кто проживает в фонде аварийном менее 28 метров, мы не имеем права закупать квартиры такой площади. То есть в любом случае, в этом случае, улучшение условий жилищных отчасти происходит. По какой цене закупается жилье? Ведь это же все надо закупать. Вот это тоже важный момент, который, наверное, для людей важно объяснить и пояснить. Потому что он потом рождает очень многие вопросы. Совершенно верно. Цена нормативная за один квадратный метр установлена с решением правительства Самарской области. На следующий, 21 год, она установлена в размере 48 611 рублей. 48 611 рублей. За квадратный метр. Именно этот аспект является основополагающим при закупке, при определении тех подрядчиков, строителей, которые готовы нам продавать жилье. Понятно, что в центре города, в центральной части его, затраты по расселению, по строительству чуть выше, чем на периферийных территориях. Именно поэтому основные локации квартир, которые закупались у нас для жителей, участвующих в первом этапе программы, это Волгарь, новый микрорайон в Кубинском районе. Это, конечно, и Новая Самара. Это и жилой комплекс на пересечении Московского шоссе и Ракитского шоссе. То есть это чуть отдаленные от центральной части территории нашего города. Тем не менее, жилье отвечает всем требованиям. Оно благоустроенное, благоприятное, имеет доступность с чистовой отделкой. Да, вот, кстати, хотел сказать важный момент. Ведь это жилье в чистовой отделке раз. И особенно с учетом, если у человека, например, комната 12 метров, и он получает квартиру 28 метров, ну, при этом в чистовой отделке понятно, что невозможно ему продать. Да, совершенно верно. Более того, скажу, что 28-метровых квартир мы не покупаем, потому что мы же закупаем квартиры на свободном рынке. А таких просто нет. Таких просто застройщики не строят. Они, конечно, строят усредненный там метраж, который у них также на коммерческую сторону реализуется. Поэтому даже это не 28 метров, а значительно больше получается. Безусловно, это чистовая отделка, это наличие всех сантехнических приборов, это и линолеум на полу, это и обои, дверь, и окна пластиковые. Ну, то есть, по большому счету, это заходи и живи. Совершенно верно. То есть, это не черновуха. Именно на это и нацеленная программа. Конечно, гражданин, который переезжает с аварийного фона, должен просто, образно говоря, перевести свои вещи и жить. То есть, в идеале, а потихонечку уже дальше там обживаться. Но там есть все для нормальной жизни. Все для начала жизни нормальный фонобъявник. Андрей Викторович, еще один такой вопрос, болезненный. Одна из претензий, которую часто предъявляют, особенно собственники аварийного жилья в центре города, это вот сейчас на этот участок придет застройщик, он же здесь начнет строить, он же начнет потом это жилье продавать. И почему это вы мне не хотите дать, особенно если у меня здесь 10 человек прописано до 2005 года, мы разобрались, почему сейчас нельзя дать, условно говоря, опять квартир человеку, который владеет одной комнатой. Но, тем не менее, претензии вот это есть в головах у людей, что сюда придет застройщик, он будет строить, он здесь построит дом, и вот нас обижают. Ну, для ответа на этот вопрос нужно мне осветить еще на вопрос финансирования этих наших программ. Дело в том, что основное финансирование производится из федерального фонда реформирования ЖКХ, системы. Это более 60% средств идут именно от этого фонда. 35% финансов – это уровень субъекта, это правительство Самарской области, и только 5% финансирования – это городской ОКУ Самары. Ну, это я называю вам чистые процентные соотношения, без учета тех вот метров квадратных, которые город скупает, чуть больше площади, чем аварийный. Ну, то есть вы, по сути, рассказываете, из каких источников берутся деньги? Да, то есть так как основной у нас финансовый поток определяется федерацией, федеральными структурами, естественно, они за собой влекут и надзор за всеми бюджетными финансами, строгий очень надзор. И условиями фонда представления этих средств на местный уровень является использование земельных участков, которые впоследствии освобождаются от аварийного фонда, только для социальных объектов. То есть никакой коммерческий объект на расселенном земельном участке по требованиям фонда возникнуть не может. Именно поэтому застройщики в рамках действия этой программы на территорию зайти не могут. Застройщики имеют возможность развивать свои институционные проекты путем расселения, путем прямого взаимодействия с собственниками жилых помещений аварийного дома, путем взаимодействия с нанимателями жилого дома, и такие у нас примеры есть. То есть застройщик расселяет собственников аварийного жилого фонда. Для нанимателей наших, которые проживают в этом доме, допустим, он закупает квартиры, безвозмездно их передает городу адресно. И именно люди, проживающие в этом конкретном аварийном доме, переезжают в эти закупленные квартиры. Таким образом, застройщик получает в итоге земельный участок, на котором он вправе занимается коммерческим своим делом. Вот это очень важный момент. Вы сейчас выяснили, просто очень важный. То есть на самом деле это разные принципиальные истории. Совершенно верно. Это принципиально разные истории. Здесь расселение происходит за счет средств частного инвестора. Это не программные дома. То есть, соответственно, людям говорить о том, что вот сейчас нас отсюда переселяют, а здесь потом построят, неправда это. Такого не будет невозможно. Просто по закону. Совершенно верно. Еще один момент интересный. Есть ли люди против? Что происходит? Вот они говорят, не уйдем. Да, мы с вами об этом уже в нашей беседе сегодня говорили. Это именно и локации, живых помещений, куда им предстоит переехать. Это несогласие с выкупной стоимостью. Естественно, право отставить свои интересы у каждого гражданина в нашем государстве имеется. На это есть судебные органы. Количество обращений в суды имеет место, конечно, в этой ситуации. Зачастую люди не согласны, повторюсь, с рыночной оценкой. Для этого они вправе сделать альтернативную свою рыночную оценку и в суде доказать, что прав муниципалитет или не прав. Но в части касаемо переселения людей из аварийного фонда нанимателей, в мотивах исков их звучит тема, что, естественно, люди теряют привычную среду обитания, то есть привязки к работе, к школе, другим каким-то своим привычным делам. Но, повторюсь, здесь главная цель и города, и государства – обеспечить их безопасность. Мы не можем позволить им проживать в аварийном фонде, который представляет угрозу их жизни. Ну да, то есть в доме, который того глядя обрушится. Совершенно верно. То есть в этой ситуации, на самом деле, все вопросы решаются цивилизованно, в судебных органах. В строгом соответствии с законом. В строгом соответствии с законом. А вот что бы вы посоветовали людям, как руководитель департамента, жилье которых признано аварийным, наиболее целесообразной, на ваш взгляд, модель поведения? Модель поведения, конечно, зависит от каждой ситуации. Понятно, что мы с вами сегодня говорим об основных концептах, об основных условиях. Естественно, в каждом случае имеет ряд нюансов определенных. Тем не менее, во-первых, нужно, чтобы граждане у нас активно участвовали в нашей программе. Когда приходит обращение департамента правильного имущества в их адрес аварийного жилого фонда, на него соответствующие можем реагировать. Приходить к нам на приемы, если необходима консультация. Приносить все необходимые документы, обосновывающие их позицию. Мы, естественно, с ними работаем, взаимодействуем. Первый аспект, да, отвлекаться. У нас просто есть случаи, когда люди просто, ну, ведут себя безответственно. И мы даже пытаемся их там разыскивать долгое время. А все это, конечно, сдерживает и сроки освоения средств, выстоящих бюджетов, и сроки расселения самой программы. Поэтому, конечно, нужно быть активным. Нужно быть ответственным за судьбу свою и своей семьи. И активно взаимодействовать департамент управления имуществом. Ну, а в плане, скажем так, ну, можно сказать, житейской мудрости, да, безусловно, стоимость рыночной квартиры, новой, которую мы представляем гражданам, она выше стоимости аварийного жилого фонда. Ну, в большинстве своем случае, в преобладающем случае. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал бы при возможности иметь законные основания на получение квартиры, именно принимать такое решение. Впоследствии эта квартира является базовым максимумом. Потому что гражданин, который проживал до этого момента по договору социального найма, после представления нового жилья, вправе его приватизировать, стать собственником. Важный момент. И распоряжаться на свое усмотрение. Он может либо продать, разменять, поменять. Завещать. Добавить в какие-то средства, купить иное жилье, которое будет ему удобно. Просто в этом случае, с материальной точки зрения, я считаю, это более выгодный процесс. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что мы ответили на большинство вопросов, вот, очень сложных и очень важных для жителей городского округа Самара. Я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь и обсудим, как развивается наш любимый город. Напоминаю, в нашей студии был руководитель департамента управления имуществом городского округа Самара Андрей Белоклоков. Берегите себя, удачи в делах и рационально подходите к своему имуществу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин